Привет, с вами как всегда Таня. Хочешь себе красивые и яркие наклейки на телефон? Если да, тогда смотри как их сделать. Сперва на обычном белом листе бумаги рисуем любимых героев, небольшого размера. Рисуем простым карандашом. А уже после обводим готовые рисунки черным маркером, линером или лайнером. Я использую тонкий черный линер. Если у тебя такого нет, не переживай. Его с легкостью заменит обычная гелевая черная ручка. Рисунки можно рисовать любые, которые нравятся тебе. Я выбрала, конечно же, всем уже известных персонажей из мультфильма удивительный цифровой цирк. Конечно, уже и игра есть, и мягкие игрушки, и постеры, чего только с ними нет. Уверена, все знакомы с ними. Наверное, как и многие из вас, мне больше всех симпатична девочка по имени Помни. Потому что она хоть немного похожа на человека. Про остальных такого сказать не могу. Пиши, какой персонаж нравится тебе. Очень интересно. После того, как все контуры будут обведены, можно приступать и к раскрашиванию цветными маркерами. Сейчас увидите, какие мои рисунки будут яркие и в тот же момент необычными. Смешными, что ли? Вот что у меня получилось. Вырезаем рисунки ножницами. Правда, забавные стикеры будут. Далее понадобится любая пергаментная бумага. Вернее, ее кусочек. А еще обычный, желательно широкий прозрачный скотч. Наклеиваем его на пергамент. Сверху кладем стикеры. И поверх наклеек наклеиваем еще один слой скотча. То есть наши наклейки получаются между двумя слоями скотча. Таким образом я приклеиваю все свои рисунки. Будущие стикеры. Снимаю скотч с пергамента и еще раз вырезаю стикеры. Но уже не из бумаги, а из скотча. И на этот раз оставляя края. Вот так. Беру телефон, переворачиваю его на обратную сторону и наклеиваю свой декор из ярких самодельных наклеек. Кстати, стикеры можно хранить и на пергаментной бумаге. Они от нее отлично отлипают. И наоборот. Ну как вам мой телефон? Пишите. А с вами была Таня на канале поделки-самоделки. Ставь лайк и до следующего видео. Пока-пока.